Здравствуйте, дорогие зрители, подписчики и гости канала. Меня зовут Виктория, вы на канале Таро от Вики. Тема сегодняшнего расклада это будет «Что ожидает тельца в 2022 году?» Году тигра. Расклад будем делать на моей новой колоде. Колоде Смита Уэйта. Колода классическая, думаю, лучше всего подойдет для глобального просмотра ожидаемого тельцов. В 2022 году колода приобретена благодаря вашим донатам. Благодарю вас за донаты. Для тех, кто интересуется данной информацией, ссылка в описании канала. Расклад будем делать по астрологическим домам, характеризующим сферы, различные сферы жизни у знака Зодиака. Итак, давайте начнем. Тельцы, что вас ожидает в 2022 году? Первый дом, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой дом, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый. И итоговая карта, будем открывать ее последней, которая будет в целом описывать нам всю ситуацию. Итак, первый дом гороскопа характеризует личность, какими вы будете в этом наступающем году. Смотрим, уальтельцы будут тут у нас очень интуитивными. Как-то, знаете, вы можете... Ну вот, смотрите, по зодиакальному кругу, да, сейчас опишу то, что я хочу сказать. Вы так можете несколько затаиться, да, тайная жрица, да. Тельцы, они у нас вторые по зодиакальному кругу после овнов. Овны всегда, например, стараются быть амбициозными, целеустремленными, быть на первых ролях. Вот здесь вы будете довольствоваться второй ролью. Мало того, вы будете к ней стремиться. Лично я знаю в кругу своих знакомых, когда тельцы добиваются результатов больших именно на вторых позициях, да, не главных, а вторых. Если, например, есть директор, то заместитель директора. То есть это роль следующая, вторая. Если это брак, то вы, если привыкли, например, вести семью на себе, быть как локомотивом здесь, в этом году вы захотите отдать бразды правления своему супругу, да. Ну, смотрите, если вы женщина, мужчина, то же самое будет касаться и женщины, и мужчины. То есть вам захочется побыть на вторых ролях. И какие-то вы здесь будете тельцы очень загадочные. Возможно, у вас в голове родятся какие-то планы, о которых вы не захотите делиться с близкими окружающими, по крайней мере, первое время, чтобы, ну, прямо так сказать, чтобы не сглазить, да, или не рассказывать всем о том, чего еще пока нет. Ну, здесь вот, может быть, дальнейший расклад покажет нам. Будете очень много брать информации своего подсознания. То есть вы будете понимать, что когда у вас есть недостаток информации, вы не можете что-то разыскать, найти, понять. Вы будете сталкиваться с такими моментами, когда подсознание, интуиция ваша будет подсказывать вам правильный ответ. То есть, возможно, вы сначала не будете доверять, потому что тельцы – люди материалистичные, реалистичные. Возможно, вы будете сталкиваться с такими ситуациями, что именно ваша интуиция в итоге и подсказывала вам правильный ответ. Ну, очень загадочная карта. Смотрим второй дом. Дом тельца, имущество, финансы, умеренность. Ну, здесь, конечно, больших барышей ждать не следует. Если поступление денежное или приобретение имущества будет носить затяжной характер, то есть вы сразу свои денежки не получите. Вам придется ждать и выжидать. Те доходы, на которые вы надеялись, не придут к вам сразу. Но это говорит, что они вообще не придут. То есть просто карта говорит о том, что вам придется ждать, ожидать. Вы будете находиться в ожидании. Также, если вы планировали какие-то сделки, крупные покупки, быстро реализовать свои идеи в этой сфере не получится. Поэтому ни да, ни нет. Но больше карта говорит о том, что придется подождать. Особенно с глобальными какими-то планами придется подождать. Смотрим следующий дом. Дом номер три. Карта общения, коммуникации, знакомых. Карта иллюзии. Вот здесь обратите внимание на круг своего общения. Возможно, люди, которые вас окружают, не такие, какими они кажутся. То есть вы можете иметь представление о том, свое представление о них. На самом деле они могут оказаться совсем другими. То есть это карта иллюзии, прежде всего. Кроме того, карта, в принципе, может обещать вам много новых знакомств и расширение вашего круга общения. Потому что также здесь семь кубков. И человек на карте, он как бы находится в замешательстве. Он не знает, что выбрать. То есть всего много. Он вот никак не может понять, что для него все-таки более ценно. Прежде всего, это означает выбор среди множества вариантов. Получается, именно в данной позиции коммуникации будет говорить о том, что вам будут предоставляться возможности знакомства с многими новыми людьми. Либо также вам предстоит выбор, с кем общаться, с кем это общение прекратить. Тельцы частенько характеризуются тем, что если в их сторону другой человек направлял какой-то такой серьезный негатив, тельцы могут вычеркивать этого человека раз и навсегда из своей жизни. Поэтому вам может здесь также предстоять такой выбор. Позиция номер четыре – это дом, семья, атмосфера в доме, в вашем жилище. Я думаю, что более благоприятной карты для дома номер четыре быть не может, потому что эта карта, она и есть дом, и семья, гармония. То есть в 2022 году тельцы будут иметь надежный тыл и семейный очаг. Прекрасная карта, добавить здесь больше нечего. Очень положительная карта, самая лучшая, которая могла бы выпасть в данной позиции. Так, дом номер пять – любовь, творчество и дети. Также прекрасная карта «Десятка пентаклей». Она как бы, знаете, две карты, они вот взаимно дополняют друг друга, потому что если дети и семья, то также будет гармония. Если вы человек творческий, а тельцы очень творческие люди, да, много творческих, талантливых людей, среди тельцов вас также будут посещать новые идеи. Все идеи, они будут… Ну, новые идеи в новинку, да, нельзя так сказать. Я имею в виду, что в вашем творчестве вас будут посещать такие мысли, когда вы будете это творчество нести в люди, да, в свет. Это будет новым, чем-то новым для всех. То есть никто еще ранее такого не делал. Что-то будет в новинку. Тем самым вы будете к себе привлекать внимание именно не тем, что вы повторяете что-то зачем-то или что-то делаете по шаблонам, а именно у вас будут появляться какие-то новые идеи, которые еще до вас никто не опробовал. Для тех, кто хочет встретить свою любовь, карта обещает успех. И, кроме того, карта советует искать романтического партнера через самых близких ваших людей. Возможно, через семейных людей, через близких друзей. То есть этот человек, который вам сможет встретиться, ваш будущий партнер в 22-м году, в году тигра, будет из вашего ближайшего окружения. Может быть, вы его еще не знаете, но, например, это кто-то как друзья друзей, друг вашей подруги или... Ну, то есть это кто-то вот из круга знакомых людей. Знакомых, не совсем дальний. Ищите где-то вот около себя, ближе к себе. Шестой дом, дом здоровья. Карта девятка жезлов. Для здоровья не очень хорошая карта. Кроме того, человек у нас с перемотанной головой, поэтому сразу можно сказать, да, что могут какие-то мигрени посещать вас. И, в принципе, кроме физического здоровья, может говорить о том, что вас могут посещать не очень хорошие мысли, и вы будете как-то ограждаться. Возможно, от общения с людьми, да, потому что вот здесь у нас в доме коммуникации выпала такая неоднозначная карта, то есть вам может кто-то досаждать, от этого у вас, знаете, эмоции будут страдать, психологическое состояние, и, кроме того, вот какая-то огороженность. Возможно, кстати, изоляция, да, то, что сейчас очень актуально. То есть кроме таких неприятных моментов, карта огораживания, да, когда вот мы защищаемся, говорит также о том, что мы знаем свои слабые точки, да, и вот поэтому тельцам карта советует защищаться, да, то есть следить за своим здоровьем, в принципе, тогда вас ничего дурного не настигнет. Поэтому именно старайтесь. Ну и по этой карте вы и сами знаете, да, те, которые у вас, может быть, хронические болячки, недуги, время от времени всплывают, вы знаете, как себя вести, как за этим следить, чтобы болезнь вновь не активизировалась, не возобновилась, и будете придерживаться вот этих своих знаний и привычек. Поэтому вот здесь и совет, и характеристика здоровья. Так, следующий дом номер семь, это брак супруги. Девятка мечей. Да, кого-то может ожидать неприятности в этой сфере, неприятности, возможно, даже до разрыва с вашим супругом, но не всех. Опять же, смотрите, это общий расклад. Такие тенденции, конечно, есть неприятные. Может, ваш партнер чем-то огорчить в наступающем году. Ну, здесь, конечно, смотрите, все-таки действительно расклад общий, не у всех это проиграется. Здесь нужно смотреть уже более подробно или индивидуально. А так будут какие-то переживания. Переживания. Опять, знаете, диапазон вот этих вот эмоций от самых слабых до самых сильных. От переживаний того, что вы редко видитесь с партнером, это все-таки не самое страшное, до вплоть до того, что у кого-то может быть расставание, развод и разрыв. Поэтому смотрите, обратите внимание на свою семейную сферу. Она будет нуждаться в вашем внимании. Возможно, более всех остальных. В принципе, это уже и так видно. Но с другой стороны, в доме у нас, да, здесь атмосфера гармонии и покоя. Поэтому это может быть беспокойство за членов своей семьи. Может кто-то болеть. Вы будете за это переживать. Потому что карта девятка мечей, так же это как больная постель, да. Здесь человек лежит, переживает. Возможно, у вашего супруга будут какие-то неприятности, и вы будете за него переживать. Потому что все-таки вот в карте десятка кубков мы видим гармонию, да. То есть как бы развод, тот уж полный разрыв, не коррелирует. Больше все-таки, да, похоже на переживание в семье, переживание за своего партнера, за своего супруга. Вот больше, наверное, так. Здесь вот, конечно, для каждого тельца будет индивидуально. Все-таки гармония в семейных отношениях есть. Если будет какая-то крупная ссора, я думаю, по итогу, по карте десятки кубков и десятки пентаклей, у вас отношения наладятся. Но обратите внимание. Возможно, ваш партнер будет нуждаться в какой-то серьезной поддержке, в внимании, уходе, заботе. Поэтому уделяйте ему больше внимания. Также, если вам недостаточно внимания партнера, говорите ему, сообщайте об этом. Потому что человек может недопонимать, что вас что-то не устраивает. Вы, например, можете переживать из-за какого-то обстоятельства, но не высказывать своему партнеру для того, чтобы удержать узы брака, чтобы их сохранять. Но вот эта невыговоренность в итоге может привести к неприятным последствиям для вас, для вашей больной головы. Как вариант. Смотрим следующий дом. Неприятности, которые вас могут подстерегать. Особых неприятностей я здесь не вижу, конечно. Только лишь если для тех, кто вдруг позволит себе перебрать с алкогольными напитками, то опять же возвращаемся к больной голове. Да, вот здесь. Так что тут крупного я не вижу. Опять, если рассматривать карту неприятностей в связке с неблагоприятной картой супругов брака, но опять же это кажется, говорит, что серьезных неприятностей здесь не последует. Главное соблюдать баланс и гармонии, помогать супругу, обращать в него свое внимание. Если вы поссорились, не ждите, когда партнер придет к вам первой мириться. Мириться всегда идет тот, кому отношения более важны. Помните, такую вещь это в семейных отношениях вам поможет. Смотрим следующий дом. Это дом путешествий, поездок и дорог. Так, Тельце явно куда-то отправится. В 2022 году куда-то отправится в поездку. Возможно, даже в дальнюю дорогу. Возможно, в дальнюю дорогу. Так что поездка будет, ожидайте. Подробнее смотреть не буду, смотрим основные тенденции. Есть какое-то передвижение. Это может быть другой город, для кого-то другая страна, но поездка есть. Переездов здесь я тут как таковых не вижу. Скорее всего, это будет какая-то дорога, путешествие. Так, следующий дом это работа и карьера. Смотрим, как будет развиваться здесь ситуация. Так, карта Верховный Жец и Рафант. А здесь вы будете набираться новых знаний и опыта, которые вам дальше будет способствовать по продвижению в карьерной лестнице вашей. Здесь карта не говорит о конкретном повышении вашего статуса, о смене должности на более высокую. Карта говорит о том, что вы сейчас учитесь, набираетесь знаний. Может быть, кто-то курсы какие-то будет проходить успешно. Причем, да, это карта традиции, опыта, знаний. И Рафант – это тот человек, которому идут за благословлением, за советом. То есть здесь вы пока набираете обороты для того, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Если кто-то открывает свое новое дело, собирается открывать, но пока вы еще будете вот это нарабатывать и прорабатывать. То есть будете расти как профессионал в своем деле. Следующий дом – это ваши цели, окружение. Карта «Восьмерка жезлов». Карта характеризует не обстоятельства, а скорое наступление каких-то событий. Я думаю, что вы в 2022 году будете добиваться своих целей более активно и быстрее, чем вы предполагали. Но здесь я не вижу каких-то глобальных целей. Это может быть что-то по мелочи. Потихоньку, потихоньку, как говорят, птичка по зернышку клюет. То есть вы будете потихоньку в течение года, если вы наметили план, например, в том же обучении, вы будете потихоньку вот этого добиваться. Один шажочек, два шажочка. Здесь вот не будет каких-то промедлений. Я думаю, что вот все, что вы, все, к чему вы стремитесь, вы будете добиваться в ускоренном темпе. В итоге, по прошествии года, вы можете, знаете, так оглянуться назад и подумать, ну, вроде бы ничего особенного такого не случилось, не семимильными шагами я там развивался, куда-то бежал, стремился. А по итогу года вот это вот все, когда сложится, вы почувствуете, что в итоге цель ваша будет достигнута глобальным образом каким-то. То есть все мелкие шаги в течение года, они будут для вас незаметны. Но по итогу года вы достигнете такого, что сможете ощутить вот эту вот всю вашу работу, все ваши стремления. Поэтому карта обещает вам хорошее продвижение в мелких шажочках ваших, как в одном мультфильме. Ползернышка в день это вроде немного, а по зернышку в год это уже, да. Но вот как-то вот, кто знает такой мультфильм, пишите в комментариях. Это вот здесь про вас. То есть за год вы ощутите всю вашу работу, все ваши приложенные усилия. Я думаю, что это более касается вашей профессиональной сферы, потому что именно там я вижу какое-то движение. В остальном все так статично и как-то вот у нас загадочно. Так, двенадцатый дом это ваша духовность, да, все философские вопросы. Здесь, можно сказать, вам будет не до этого. У вас будут более насущные проблемы, чем изучать, например, какую-то новую религию или, знаете, например, читать какие-то книги по мировоззрению, даже интересному. Вам в этом году будет не до этого, потому что вы его тут сами в себе развиваете. Какие-то интуитивные качества. Вы больше будете заниматься личным взглядом на картину мира, нежели чем, да, интересоваться наработками уже, может быть, каких-то древних философов и прочих религий. Вот вам будет это неинтересно. Вы будете заниматься личным мироощущением в 2022 году. И давайте посмотрим основную карту для вас. Карта справедливости. Довольно-таки хорошая карта. Говорит о том, что на что наработали, то и получили. То есть, учитывая, что тельцы люди работящие, работать любят, умеют, то и, соответственно, им воздастся много. Но, знаете, я здесь не вижу материальных успехов, например, за ваш труд. Скорее всего, вы получите, опять же, как по иерофанту, ту базу, которая вам в будущем принесет доход и свои плоды. Здесь у вас более наступит удовлетворение от того, что вы развиваетесь в профессиональном плане, в образовательном плане. Из всего расклада негатив у вас выскакивает в отношениях с партнером, конечно. Поэтому обращайте внимание на это. Но я думаю, что если что-то и наступит неблагоприятное, это будет все временное. По здоровью тоже следите за собой. В финансах, конечно, тут промедление. Все-таки я думаю, что промедление как раз связано с тем, что вы пока на начальном пути и только начали развиваться. Либо повышать свою квалификацию, повышать свои профессиональные навыки для того, чтобы потом уже окончательно укрепиться как специалист в своем новом деле. Может быть, кто-то в этом году начал новую какую-то... занял какую-то должность, начал заниматься профессией, которой ранее не занимался, и пока еще вам придется этот опыт нарабатывать. Такой расклад, знаете, нейтральный, я бы сказала, нейтральный. Тут ничего нет страшного, ну и особого взлета. У вас не предвидится ровный, спокойный такой год. Главное, что у тельца дома в семье все в порядке. Да, вот оставлю вам вот эти карты как талисман. Обратите внимание на положительные ваши моменты по году. Старайтесь всегда вспоминать то, что у вас есть хорошего, цените это, и тогда это даст вам сил решить все остальные вопросы, проблемы. Желаю вам в 2022 году счастья. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь, кто не подписан, пожалуйста. Мне будет очень приятно. До скорых встреч!